В Дагестане родился ребенок Зубарыл, Нибиру высадила отряд оборотней. Сын собаки лишь издали напоминал человеческого мальчика. Недавно в Дагестане собака родила необычного мутанта, похожего одновременно и на мальчика, и на собаку. В сеть папали соответствующие снимки существа. Автор публикации утверждает, что нашел малыша у дворовой собаки. Животное родило вместо обычных щенят странного мутанта, лишь издали напоминающие человеческого мальчика. По словам очевидца, он услышал в кустах необычное рычание. Подойдя поближе заметил мальчика, которого облизывала собака. Малыш, видимо, хотел есть и дико рычал. Собака была без сил, и не могла его накормить. Мне стало жалко, и я забрал мутанта, пишет очевидец. Было уже темно и он не сразу подметил внешность существа. По приходу домой мужчина заметил, что собачий мальчик скончался, а рассмотрев его он сразу же сообщил о происшествии уфологам. Альтернативные исследователи изучили информацию, а затем пришли к выводу, что найденное существо является не просто мутантом, а пришельцем с Нибиру. Это не просто пришелец, это настоящий ребенок-зубарыл, который родился от пришельца с Нибиру. Дело в том, что в последнее время Нибиру активизировалась в Дагестане. Просто аномалия за аномалией, заявляет уфолог. По словам специалиста, пришельцы высадились в горах Дагестана, так как там очень легко скрыться от лишних глаз. Первые разведчики уже начали выполнять план планетах, а одним из них стали генетические эксперименты. Родившийся у собаки ребенок-зубарыл является мутантом, помесью собаки и гуманоида с Нибиру. Пришельцы решили смешать животных со своей расой, как они делали это раньше. Ведь люди тоже продукт смешивания крови обезьяны и инопланетянина, считают специалисты. Исследователи уверены, что Нибиру уже давно находится в Солнечной системе, поэтому и высадила в Дагестан нишах ануннаков. Эти существа имеют густую шерсть, зубы, хвосты и длинные конечности. Именно так их описывали древние шумеры. Планета Ха отправила в горы целый отряд таких инопланетных оборотней для генетических экспериментов, в результате которых и родился ребенок-зубарыл. Стоит отметить, что о высадке ануннаков в горах сообщалось и раньше. Так, очевидцы неоднократно снимали на видео полет высших пришельцев-ангелов, а также находили странных мутантов, то похожих на свиней, то на гоблинов. Как бы то ни было, однако официальная наука подобные теории уфологов полностью отрицает, как и существование самой Нибиру. Нельзя исключать, что ребенок-зубарыл, обычная кукла, или монтаж, так как сын собаки в руки настоящих ученых до сих пор не попал. Продолжение следует...